Вот, вот эти фонари, я думаю, ребята собирали, мы группами с собой собрались, вот приобрели фонарики какие-то и налобные, чтобы руки не занимались, чтобы было спасателем, тем более там здесь находятся наши ребята, за которых мы переживаем, и желаем, чтобы все было хорошо, главное, чтобы они себя берегли. Вот зарядные эти устройства. На днях мы объявили сбор в связи с тем, что мы нашли, наши волонтеры нашли фуры, которые направляются из Казахстана, из Кустаная в Турцию, они пустые, здесь уже разгрузились, и поэтому появилась возможность просто передать то, что может быть полезным, пригодится там спасателям. Мы понимаем, что сейчас там очень нужны будут палатки, спальные мешки и так далее, и если у кого-то есть возможность, то они сейчас вот в течение двух дней мы еще будем делать сборы и отправлять в Турцию. Деньги мы не собираем, речь идет только о тех средствах, которые необходимы сегодня спасателям. Мы не собираем одежду, обувь и так далее, и все, что мы принимаем, исключительно должно быть новым. Вот эти одеяла, которые приобрели, там лежат памперсы, вот здесь три упаковки, вот эта девушка, которая нам передала. Вот здесь она передала средства личной гигиены, детишки рисовали, вот флаг Турции, вот одеяло с подушкой. Что касается добровольцев, которые хотели бы туда поехать, они тоже есть, очень много желающих, многие к нам стали обращаться с просьбой отправить их туда и узнать, как можно туда добраться и так далее. На сегодняшний день как такового сбора добровольцев туда нет, в связи с тем, что ситуация пока еще сложная в самом регионе, и направляются хорошо подготовленные спасатели. Это прежде всего тоже, исходя из безопасности волонтеров, их профессионализма, подготовки и так далее, там требуется сегодня силы, наверное, больше МЧС, поэтому, но приходят волонтеры и все, очень много желающих, которые хотели бы туда поехать и помогать там. Были вопросы, в принципе, сами волонтеры задаются вопросом, почему нет сегодня поддержки в Сирии. Но мы их в Турцию не могли бы, наверное, отправить, если бы не было походных машин, поскольку узнавали, что отправить брус на сегодняшний день это очень дорогое, скажем так, действие. И поэтому, когда откликнулись сами водители, которые оказались здесь в Кустанае, что они могут бесплатно отвезти, тогда мы начали объявлять сбор.